13.06 на часах. В эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Топузлиева. И мой сегодняшний гость, член регионального штаба Общероссийского народного фронта Роман Титов. Роман, здравствуй. Здравствуйте. Очень приятно вас всех снова видеть, слышать, ощущать вас по другую сторону радиоприемников. Услышать нас, кстати, можно на частоте 101.0. Онлайн-трансляция эфира, а также видеотрансляция из нашей студии идет на сайте eho-kirova.ru. Номер для ваших смс 8909 720 101.0. Вопросы также вы еще можете успеть задать через форму анонсов на нашем сайте eho-kirova.ru. Роман, мы начнем, наверное, с итогов и визита столичных активистов УНФ в Киров. Здесь они инспектировали дороги. Они приехали целенаправленно в Киров, потому что вот эти наши легендарные российские дороги лучше всего представлены здесь. Или ездят по всем регионам без исключения? Это федеральная экспедиция. То есть коллеги уже посетили Дальний Восток, проехали всю Сибирь. И сейчас они, собственно, будут путешествовать по Приволжскому федеральному округу и по другим регионам. К нам они приехали из Перми, а от нас уехали в Нижний Новгород. И, по-моему, вчера они должны были в Нижний Новгороде уже работать. Ну, то есть это не какая-то выборочная проверка? Нет. Задача на самом деле стоит большая и экспедиция серьезная. То есть задача идет откуда? От президента. Была поставлена в начале, по-моему, в 2012 году задача удвоить к 2020 году объем дорожного строительства в Российской Федерации вообще. Но обратить особое внимание на качество дорог. Потому что мы же с вами понимаем, что удвоить можно легко. Намазать асфальт тонким слоем, как экономный бутерброд из масла и хлеба сделать, и дороги будут разрушаться. И поэтому активисты, депутат Госдумы, Александр Васильев, который эту экспедицию возглавляет, они обращают особое внимание на состояние дорог гарантийных. То есть по тем, в которые деньги уже бюджетные вложены, которые должны, согласно контрактам, содержаться в надлежащем состоянии. И параллельно, конечно, они отсматривали и другое. Общее состояние дорог, общее состояние инфраструктуры. Обращали внимание на такие, казалось бы, мелочи, как разметка и дорожные знаки у школ. То есть мы проехали мимо нескольких учебных заведений, и коллеги, у которых под руками ГОСТовские схемы, как должны быть знаки расположены, они четко показывали, что сделано неправильно. То есть мы на самом деле не нашли во время поездок по Кирову ни одного переезда, перехода, точнее, у школ, который был бы обозначен в четком соответствии с ГОСТами. То есть знак «Осторожно, дети», 40 километров в час заранее. Были знаки, кстати, за пешеходным переходом уже, то есть где они не нужны. Оранжевая подложка под зебру, цветовозвращающие элементы на знак «Пешеходный переход» и тому подобное. Ну, кстати, я вот перебью быстро, просто перед началом учебного года и администрации, и ГИБДД очень много говорили о том, что вот эта работа у школ прям будет вестись, и разметка, и все. То есть по факту-то... Ну, я обратил внимание в Инстаграме Александра Васильева. Он выложил фотку наших знаменитых домов, окрашенных в дымку, на привокзальной площади, написал, к сожалению, не все в Кирове так хорошо окрашено, разметка, которую делали совсем недавно, уже, собственно, растворилась. А, то есть она, возможно, и была, но ее... Возможно, была, но разметка в ужасном состоянии находится, и, к сожалению, почему-то она служит недолго. А когда наносится специальная разметка, которая должна служить годы, как было, к примеру, в прошлом году на Октябрьском проспекте, на улице Воровского, пластиковая такая специальная разметка, выяснилось, что ее нанесли неправильно по итогам, и потом переделывали, закрашивали существующий пластик, и рядом наводили новые полосы. То есть поле для деятельности, на самом деле, огромное. К сожалению, вот я, работая с коллегами в рамках этой экспедиции, понял, что вот мы с вами, жители Кировского, мы заложники, собственно, представления о качестве наших дорог. То есть я был искренне уверен, что с дорогами ситуация в регионе наладилась. Это потому что все мы, автомобилисты, помним, как было еще 5-7 лет назад, какая же жесть была на улицах. Ну, для нас, да, все уже стало не очень плохо. И сегодня кажется, что вроде бы все хорошо, а казалось, нет. Вот очень приятно и интересно посмотреть незамыленный взгляд со стороны, и коллег, конечно, в шоке. Ну, вот у нас шеф-редактор Ольга Балезина вернулась недавно из мини-путешествия по России, вот она говорит, что на самом деле такая проблема с разметкой прям, ну, только у нас. Потому что в других городах она вроде бы есть, и она четко ее видно, и белая, и желтая. Да, но надо понимать, что экспедиция работала не вот по тем трем точкам, по которым провезли журналистов, потому что ребята встали в 6 утра, они проехали все гарантийные участки, они сами осмотрели несколько больниц на предмет наличия пандусов и стоянок для инвалидов. Они не нашли ни одной стоянки для инвалидов, оборудованной в кировских больницах. Мы им подсказали, что таковые все же есть. То есть, к примеру, в Коминтерне, в поликлинике мы нашли стоянку. Возили их, кстати, выборочно или они сами по своему желанию? Они сами определяли. У нас был готов маршрут, потому что мы проехали все гарантийные участки заранее, но они сами вначале откатали не публично маршрут, а затем мы работали уже со СМИ для того, чтобы показать типовые нарушения, которые видны. Потому что для журналистов это тоже очень важно. Опять же, в силу замыльности мы порой не замечаем каких-то очевидных вещей, которые нам кажутся нормальными. И нам показали, как работать и с дорожными инструментами. Оказывается, ямы, провалившиеся люки – это тоже нарушение. А у нас на гарантийных дорогах – это, пожалуй, главное нарушение в Кирове. То есть, по всей производственной она достаточно неплохо сделана, но люки провалены и мерили, что они провалены на глубину до 15 сантиметров, при нормативе, по-моему, в 5 сантиметров максимум. Это все должен устранять подрядчик, никаких денег дополнительно за этот бюджет платить не должен. – Вот по поводу гарантийных обязательств, как раз в пресс-релизе по итогам этой экспедиции было указано, что слишком короткие гарантийные сроки, то есть вместо 5 лет – 3 года. Это регламентируется вообще контрактами, которые заключаются подрядчиками, или это федеральное законодательство? – Это регламентируется на муниципальном уровне именно условиями контрактов и решениями местных властей. – То есть, есть возможность увеличить эти сроки? – Да. Рекомендации федеральные, которые действуют в отношении федеральных трасс – это гарантия 5 лет. В Кирове мы провели мониторинг, и в Кировской области есть дороги с гарантией, она такая средняя – 3-4 года, есть участки с гарантией всего лишь 1 год. И мы пока нашли два таких участка, оба они сделаны по проекту поддержки местных инициатив. Почему-то, когда идется финансирование бюджетных и частных денег, устанавливается крайне низкий срок гарантии. – Это где такие дороги? – Это, в частности, одна такая дорога расположена в районе Луговых, как раз там недавно была жалоба на обрушившийся мост, многодетные пожаловались, Елена Чеснокова снова там била тревогу. И вторая дорога, она находится в районе Бахты. Там мы выявили недочеты, связанные с тем, что эта дорога не была доведена до Центральной улицы, хотя это была предусмотрена техническая документация, но срок гарантии на нее к тому моменту уже окончился. – А, то есть уже переделывают ее в рамках обязательства? – К сожалению, да. По-моему, там июль был срок гарантии, и мы в июле туда на место приехали посмотреть, что же это за загадочная годичная дорога. – А вот по поводу вот этих гарантийных обязательств, то есть эта проблема наверняка появилась не с приездом столичных активистов, а, возможно, удавалось УНФ как-то пообщаться с местными чиновниками, выяснить, почему контракты-то заключаются на три года. – Смотрите, это проблема, связанная с… – То есть им же выгоднее заключать на пять лет? – Это проблема нормирования, проблема отсутствия единой нормы в муниципалитетах, и проблема, что не все же контракты у нас торгуются по 44-му федеральному закону. Там есть контракты, которые идут по 223-му. Это достаточно такой рамочный закон, он не более одной странички в Варде занимает, и главный его принцип – это в том, что, ребята, вы напишите в свое положение о закупках, торгуйте в ее рамках, как вы можете. Главное, начальство не забудете утвердить. И проблема, которую мы на федеральном уровне в том числе поднимаем, что немалая часть контрактов, она перетекает в этот 223-й ФЗ. То есть для понимания по 44-му, ну то есть как торгуют органы власти, с жестким регламентацией, с жестким нормированием, 8 трлн рублей в год контрактов, а по 223-му – 20 трлн рублей. То есть это закупки МУПов, ГУПов и всего прочего. Вот рычагов влияния пока не было, но Минэкономразвитие буквально недавно вышло с законодательной инициативой, которая была разработана совместно с нашим федеральным руководством, об установлении обязательства торговать всем по единым правилам. Вот когда будет единый правиль? Ну то есть 223-й он дает большую свободу? Конечно, вы можете, ну смотрите, там схема простая. То есть, к примеру, муниципалитет проводит торги по дорогам по 44-му федеральному закону, выигрывает муниципальное дочернее предприятие, которое принимает субподрядчика по 223-му, каких он хочет. Это проблема, но ее решение, оно может быть только федеральным. Но муниципалитет уже сейчас может установить единые сроки гарантии на дорогах. Мы обратимся как раз по итогам мониторинга, мы сейчас выявили вот все сроки, типовые нарушения, и обратимся к муниципалам с просьбой единый стандарт все же вести. Это, как вы правильно сказали, и для них хорошо, и для дорог неплохо. А те вот компании, которые, вернее, те ошибки, которые были допущены вот в рамках этого гарантийного срока, они исправляются? Да. К примеру, мы проехали по улице Производственной, она гарантийная у нас практически на всем протяжении до разворотного круга, и там были не устраненные нарушения, как провальные люки, но есть следы такого небольшого ямочного ремонта, есть следы работы со швами, то есть видно, что это достаточно свежие вещи, сделанные уже в этом году. То есть работа ведется, но вопрос в том, что про люки-то забыли. А это ведь серьезно, не дай его колесом попасть в яму глубиной 15 сантиметров. Я думаю, ни один астролюбитель такого себе не пожелает. Ну так, опять же, вот мы тут все считали, что вроде бы нормально такие люки. Еще мне хотелось бы уточнить по поводу удвоения темпов строительства. Это удвоение, оно касательно всего региона, или каждый муниципалитет в отдельности должен удвоить? Это так касается Российской Федерации, но здесь действует, знаете, принцип простого анекдота о статистике. Если у одного мальчика есть два апельсина, а у другого не одного, то в среднем у них по одному апельсин. Так вот, чтобы нам удвоить, у всех мальчиков должно быть в среднем по два апельсина. То есть если Кировская область завалит вот эти вот нормативы по строительству с дорог, то и в стране показатели тоже не будут выполнены, потому что найдутся такие же передвиги, как мы, в кавычках, и получение будет выполнено. Мы понимаем, на самом деле... Ну просто тут получается Киров, так сказать, отдувался за весь регион. Ну, мы понимаем проблемы. Нет, они, смотрите, они же ехали из Перми, они фиксировали по пути все нарушения, да, и по области, и Советский, и Иранск, то есть там тоже работа была. А в области, кстати, как дела обстоят? Там главное впечатление от области, это использование на трассах нашей любимой песко-соляной смеси, хотя в принципе и по Кирову. Ну и в городе используется. В городе, да, но, опять же, в Инстаграме, фотографии. Посмотрите, во что превратилась наша машина, пока мы доехали до Советской. И там замечательный Хюндай, на котором коллеги путешествуют, он привозился в такого типично вятского коричневого земельного крокодила. Там уже непонятно какой цвет. Да, то есть это, конечно, вызвало определенное возмущение, там спрашивали, что это у вас такое с дорогами, что это за грязь. Потому что на самом деле во многих регионах песко-соляную смесь на сегодня уже не используют, либо используют за пределами населенных пунктов. То есть переходят на использование в городе, либо реагентов химических есть целые. Бионорт, насколько я понимаю. Бионорт – это всего лишь одно из зол, из многих. Ну, зло – это условно, потому что есть реагенты намного более эффективные и намного более дешевые, но надо понимать, что все они дороже песко-соляной смеси. То есть, я думаю, причиной использования в том числе наши относительно небогатства. Потому что мешок 25 килограмм хорошего реагента стоит 450 рублей, а песко-соляная смесь, готовая из песка и технической соли, она стоит 200 рублей. Но идти к этому все равно надо, потому что расход разный, состояние дорог разное. То есть в регионах, которые уже отказались от использования песко-соляной смеси, перешли на реагенты, дороги чище. Но, опять же, вопрос в реагентах. Потому что есть те, которые оставляют следы на машинах, вредят газонам. А есть достаточно полезные реагенты. Но это, опять же, вопрос закупок. Есть реагенты, которые вообще являются, по сути, минеральными удобрениями. И они почву удобряют. Их не надо убирать после сезона. Их надо наносить достаточно щадящие. Они полезны для окружающей среды. Но, конечно, они стоят денег. И, знаете, беда в том, что многие российские производители, эти реагенты, вынуждены импортировать за границу. Они там пользуются большим спросом. И в Финляндии пользуются российские реагенты. И в некоторых странах Евросоюза у нас они только-только начинают идти. А это чистые дороги. Это отсутствие песка, который надо убирать по весне. И это намного большая безопасность. Потому что нам часто говорят, что песк-соляная смесь, там соль, она топит лёд. Так вот при температуре минус 5 градусов соль лёд не топит, пока с водой не смешается. Она работает как тот же песок, как абразив. Я не дорожный инженер, но у меня хорошие помощники и советчики, с которыми я уже за последние несколько недель собаку съел на этих реагентах песк-соляной смеси, поэтому я уже чётко понимаю, о чём я говорю. Вопрос в том, чтобы мы к этому шли. Хорошо, что у нас начинают использовать реагенты, но вопрос опять же в конкуренции закупок. Мы не должны закупать по торговым номинованиям. Мы должны закупать конкуренты на условиях эффективности и лучшей цены. А когда у нас есть один реагент, который мы все применяем, тоже вопросы определённые вызывают. Хорошо, отвлечёмся тогда от одной головной боли, перейдём к другой, к капитальному ремонту. УНФ достаточно плотно этой проблемой занимается. Возможно, Вы уже сейчас можете подвести какие-то итоги, потому что год медленно подходит к концу. Тысячу домов мы должны были отремонтировать, но, судя по всему, не успеваем, либо мы как-то там наверстаем это упущенное. Продолжаете ли Вы ещё следить за этой ситуацией? Мы не просто продолжаем. Буквально в ближайшие дни мы проведём мониторинг в домах, в том числе путём встреч с гражданами, беседами в домах, которые уже подверглись капитальному ремонту. Такая будет выборочная проверка. Всех секретов не расскажу, чтобы не стурнеть. Мне кажется, вы сказали «подверглись капитальному ремонту». Подверглись, да. Я сознательно это слово использовал. Задача собрать в масштабах Российской Федерации информацию о том, как капремонт проходит на местах. Мы выезжали в ряд домов, которые, как мы уже говорили, подверглись капитальному ремонту. И, честно говоря, осталось немало вопросов. Потому что есть дома, которые по срокам, по нормативам износа, 70% износа, но они точно должны быть признаны аварийными. Их давно надо расселять. В них проводятся... То есть, я знаю, есть деревянные дома, где проводили капитальному ремонту, а не 59-го года. Да, есть чудовищным износом, и этот дом будет держаться на тех пластиковых окнах, которые туда поставили. Вопрос, почему муниципалитеты не признают эти дома аварийными, это вопрос к ним. Мы все случаи фиксируем, обращаемся в прокуратуру, чтобы проверяли. Есть дома, где ремонты проведены не по сметам. Ну, то есть, вплоть до того, что у меня коллеги, активисты наши выезжали вместе с Исоевым, с главой нашего фонда, и у него вопросы были, там, а как получилось-то? Ребята, вы что сделали, у вас же не надо было это делать, надо было делать то-то и то-то. То есть, получается, есть смета, а они делают другие работы? Ну, да. То есть, примерно так и есть, это Оречевский район. Пример, по-моему, недавний из Мутнинского района, где главная в капитальном ремонте дома была покраска. Есть примеры положительные, когда капремонт действительно был проведен. Но, смотрите, если говорить в целом о тех замечаниях, мы не хотели бы углубляться в нюансы по каждому дому. Потому что надо решать проблему. Это огромный объем проблем. Да, надо решать проблему в целом. Тот вопрос, который мы точно будем поднимать в ближайшее время, в ходе взаимодействия с фондом капремонта, это открытость закупок. Формально это некоммерческая организация, она не должна, мы сегодня много говорим про закупки, торговать не по 44-му и не по 223-му. То есть, в электронном виде, на электронных площадках этих торгов нет. Но, возможно, сделать эти торги достаточно открытыми на площадке самого фонда. То есть, на сегодняшний день, когда мы заходим в раздел... То есть, не по закону, но по чести. Ну, по чести, да. Заходим в раздел закупок, и мы видим, что информацию, конкурсную документацию можно скачать в файлах PDF гигантских, по 120 мегабайт. Они не машиночитаемы. Что это такое? То есть, поисковик не индексирует, что там внутри. Очень сложно найти капитальный ремонт дома на улице, там, Верхосунская, к примеру. И, соответственно, возникает вопрос широкого круга участников этих аукционов. Да, там на сегодняшний день немало компаний работает с фондом капремонта, но этот круг надо расширять, чтобы неэффективно отсеивались, эффективно оставались те, кто предложит лучшую цену, лучшие условия. Вот на сегодня этого нет. Это важная, на самом деле, вещь. И момент, который мы точно будем поднимать, это учет мнения граждан при планировании капитального ремонта, при его проведении. Это важно, как мне кажется, и для фонда, потому что, представляете, вот тысяча домов. По-моему, недавно была информация, что только пять домов окончательно задано пока при ремонт. То есть у нас... Да, единица месяца. Три месяца до конца года. Получается, что в день надо принимать по 12 домов, для того чтобы тысячу домов принять. Сделать это без помощи граждан, которые на местах сами получают услугу по капитальному ремонту, как многие из них считают, навязанную, но неправда есть федеральный закон. Так вот, граждане сами должны оценивать, как произведен капремонт, и вопрос выработки методологии учета этого мнения граждан. Вот просто да, как эта работа будет вестись, потому что сейчас это пять домов, а потом это будет, все же это, я надеюсь, что это будет больше домов. Вот тут как эти мнения все собирать-то едины? Ну, мы на самом деле готовы предлагать свои какие-то позиции. Мы летом обсуждали разные варианты и с Андреем Мусенко, и с Сергеем Мулитиным из общественной палаты. Возможно, просто есть какой-то опыт не по капремонту, а по прошлым какие-то дела. Да, но вот я в чем уверен точно, без граждан этого не сделают. У нас не найдется такого количества контролеров, и мы не можем так увеличить штат фонда капитального ремонта, чтобы эффективно дома принимать. А приемка силами сторонних организаций, ну, она всегда вызывает вопросы. Организация вывела торги там на строительный надзор, как она будет принимать дома? Ее тоже надо контролировать. И мы на сегодня видим, что граждане уже переходят от ситуации неплатежей к ситуации контроля. К примеру, недавно своим хорошим товарищем Дмитрием Махневым мы обсуждали ситуацию, связанную с тем, что в программу фонда капремонта попал дом, были проявлены торги на ремонт подвала, технического этажа, а в доме нет технического этажа. И граждане, возмутившись, найдя эту информацию, они добились от фонда капитального ремонта отмены этих работ. Вот пример эффективной работы. А так, слушайте, была бы сделана проектная документация, проведена на бумагах ремонт, и фонд бы про это, может быть, не узнал, потому что в фонде капремонта были за эту информацию благодарны. Ну, то есть, получается, и у людей это должна быть возможность где-то в открытом доступе брать эту информацию, где что ремонтируется по их дому. Ну да, потому что список домов и технического состояния, он в фонд капитального ремонта попадал из управляющей компании, насколько я знаю, и вот там достаточно много нарушений было в этом списке. То есть, попадали дома, в которых не надо делать то-то, а надо делать то-то. Ну, то есть, там были ситуации, когда жильцы уже сами отремонтировали, грубо говоря, кровлю, а ремонт кровли стоит все равно. Есть такой дом на улице Калинина, это дом кооперативный еще советских времен, 60-х годов постройки. Ну, кооперативный, значит, он и тогда уже был в частной собственности фактически, да? За ним следят. Они, жильцы, провели капитальный ремонт за последние годы полностью, недавно заменили системы водоснабжения в доме, и вдруг находят себя в программе фонда капитального ремонта, ремонт на какие-то ближайшие годы, и вот этой системе водоотведения. Они говорят, подождите, ребят, у нас сделано все на свои деньги, по последнему слову техники, вы что нам хотите сделать? Ну, пока ситуация эта еще не разрешилась. То есть, потому что вот первый год фонд капитального ремонта, он собирает все шишки, которые только возможны, потому что закон свежий, возможно, немножко сырой, и не учитывая всех вот нюансов, с которыми сталкивается региональная операция. Я на самом деле думаю, что они должны были быть к этому готовы, и еще как минимум 3-4 года, мне кажется, они должны быть готовы собирать эти шишки, потому что все это будет всплываться. Да, но иначе никак. Знаете, как в автомобильной промышленности есть такое слово, там, этап обкатки. Вот этап обкатки идет. К сожалению, невозможно все это было спланировать заранее, потому что сроки сжаты. И здесь я понимаю фонд капитального ремонта, но они должны понять, что единственный стимул для граждан платить фонд капитального ремонта, это реально эффективные примеры этого самого капитального ремонта. Когда ты увидишь, что... Когда я вижу, что хотя бы соседи что-то отремонтировали. Да, думают соседа сделали, ты будешь понимать, что твои деньги будут потрачены не зря. А вот по тем нарушениям, по которым вы в прокуратуру обращались, вы следили там какие-то подвижки? Пока сроки еще не вышли, то есть они достаточно свежие. Мы дали возможность, скажем так, разогнаться программе капитального ремонта, и в сентябре уже начали мониторить, и как-то отслеживать эффективность. Ну, прокуратура, они вообще идут на контакт, готовы они с этим работать? У нас очень хорошие партнерские отношения, и они всегда реагируют на наши обращения, ну, максимально эффективный отписок мы не получаем уже года полтора. То есть всегда есть результат, и где-то мы можем ошибиться, но в основном это всегда четко отработанная тема. И последний момент меня, который пока премонту интересует, началась сейчас уже работа с должниками. За этим вы будете следить? Потому что, насколько я знаю, вот во многих квитанциях до сих пор нет еще имени собственника, и где-то квадратные метры некорректно указаны. То есть, получается, человека уже в должники записали, а квитанцию-то нормальную до сих пор не выслали, в которую бы все было правильно. То есть тут как-то ОНФ сможет контролировать эти моменты? Ну, к нам обращения по этой специфике не поступало. Ну, это только-только работа началась. Да, то есть мы готовы, единственное, не по индивидуальным все же вещам, а по системным работать. Потому что, если есть что поправить, мы поможем поправить. Это Пузлива в студии, и мой гость, член регионального штаба Общероссийского народного фронта Роман Титов. До рекламы мы поговорили о капитальном ремонте, сейчас продолжим смежную, можно сказать, тему. Если я правильно поняла, начались какие-то проблемы с застройщиком, который возводит два дома для переселенцев на улице Баумана? Проблемы действительно есть, и мы сейчас обсуждаем варианты их решения. А что там за проблемы? Проблемы есть не только с этими домами. Есть группа компаний, достаточно связанных друг с другом. Я сегодня не буду называть названия, потому что это предмет рассмотрения, я думаю, будет право хранить. Судебный уже, да? То есть, есть компании, которые по Баумана 9 возвели, компания одна возвела дом для переселенцев из аварийного жилья. Сейчас вопрос в гарантийных обязательствах. То есть, дом в целом нормальный, но есть нарекания у жильцов на течи в квартирах, на какие-то дефекты, которые должны устраняться по гарантии. Гарантия 5 лет установлена на этот дом. Но мы видим, что в июле этого года застройщик произвел ликвидацию в форме присоединения к другому юридическому лицу. Я вот переведу вам. Наши консультанты из бывших сотрудников правоохранительных органов предположили с большой степенью вероятности, что это так называемая ликвидация через помойку. То есть, предприятие присоединяет к другому предприятию в другом регионе, на котором уже висит таких ликвидированных предприятий штук 500. А можно это понимать так, что они уже в рамках этих гарантийных обязательств делать ничего не будут? Мы уже задали этот вопрос и было совещание в областной администрации, в том числе с участием прокуратуры. И сейчас решается вопрос о том, как с этим домом в дальнейшем быть. То есть, как все эти недоделки устранять. Но проблема не только в одном этом доме. Аффилированная этому застройщику компания, к примеру, делала проектную документацию по аварийному дому, точнее, не по аварийному дому, по дому для переселенцев Ленгасово. Помните вот историю, где… С подвалом там. С подвалом. Вот проект этого дома, как установила федеральная комиссия фонда ЖКХ, которая приезжала, был сделан с нарушениями и не были учтены требования геологических изысканий. Значит, еще одна дружественная компания строила дом для… Ну, просто для граждан на улице Клубная 13А. Дом был сдан в прошлой весной. В нем до недавнего времени, по-моему, до сих пор нет газа, не работает лифт. Как был сдан этот дом, почему он был принят, прокуратура проверяет. Еще одна дружественная компания уже давно не может возвести дом на улице Пугачева 31, в котором, по-моему, сейчас только первая очередь и, по-моему, только пять этажей возведено, хотя сроки ее сдачи были в конце прошлого года. А в этом доме, на минуточку, должны были поселиться 9 семей кировских учителей. И под это были выделены, соответственно, средства. И мы считаем, что эту проблему надо рассматривать в комплексе. То есть, не собираемся, знаете, поднимать скандал. По каждому застройщику, да? Ну, эти компании, они аффилированы друг другу. Там был один юридический адрес. Они связаны между собой определенными связями. Они везде указывают. Вот это группа компаний. Мы точно уверены в том, что нельзя допустить появления в Кирове новых обманутых дольщиков. И точно уверены в том, что гарантийные обязательства по домам для переселенцев должны выполняться в полном объеме. Мы сейчас работаем в плотной координации здесь с департаментом строительства областным. И надеемся, что все эти ситуации решение свое найдут. И в дальнейшем власти будут все же более бережно относиться к выбору подрядчиков для социально важных объектов. А Вы упоминаете все областные власти, а городские чиновники как-то они участвуют? Там есть и городские деньги, да, есть и областные, потому что у нас же та же программа переселения, она реализуется на федеральные областные и городские деньги. Потому что вот эти вот дома на Баумана больше пиарили, так сказать, именно городские власти, городская администрация. То есть то, что сейчас там возникают эти проблемы, мне кажется, какая-то их ответственность в этом есть. Вообще немножечко вручное управление переходим, потому что, чтобы тепло в Баумана 9 пустить, нам пришлось по просьбе жильцов совершать целый ряд звонков. А то есть там вот сейчас с отоплением проблемы сейчас были? Не включали, но уже включили. Вот. Мы ездили с жильцами, встречались, мы проходили по квартирам, мы попросили их собрать всю информацию по каким-то гарантийным недостаткам. То есть, ну, это понимаем, это должно быть серьезное нарушение, а не просто там прокладка в кране протекает. Вот. И будем работать. То есть мы не видим там ситуации подобной Ленгасовой, такой вот, ну, сложно решаемой. Вот. И слава Богу, что мы заранее увидели эти проблемы. И сейчас будем с правоохранительными органами искать варианты решения. А я считаю, что там решения, они должны быть в том числе через правоохранительные органы. Ну, то есть, на самом деле, там, единственная проблема, которая сейчас может возникнуть, это как раз вот с присоединением этой компании к другой. Потому что так-то они, по идее, по закону должны быть в рамках гарантийных обязательств. Да, вопрос только в гарантиях по большому счету. Да. Должны быть гарантии, они должны исполняться. Просто я вот эти остальные ситуации переводил, потому что, а, мы ими уже занимаемся, б, потому что они тоже были проблемными. То есть, в целом, вот группа компаний… То есть, степут какой-то есть. Есть мнение, что там какие-то проблемы. То есть, ну, по тому же Пугачеву 31 по дому, они ведут там работы, они не отказываются от исполнения обязательств. Возможно, им надо как-то помочь. И это уже выбор как раз городских властных властей. Учителя точно должны страдать. Они каждый месяц деньги, когда левщики платят. И для них это серьезная сумма. Я видел сюжет. Порядка 20 тысяч рублей они в месяц платят. И очень хотят уже вселиться в этот дом. Ну, если надо подстегнуть через правоохранительные органы, я думаю, это может быть даже эффективно. Угу. Закроем тогда на сегодня уже тему ЖКХ. Вернемся немного назад, наверное, к транспорту. Насколько я знал, УНФ заинтересовались 73 маршрутом. Сейчас на нем работает нелегальный перевозчик. И администрация 2-3 недели назад, я точно не помню, продлила даже 38 маршрут. Решение было принято даже не о продлении. 38 маршрут был полностью изменен фактически. Ну, на две трети точно. Решение было подписано 7 октября, то есть буквально на прошлой неделе, потому что до этого мы обратились в муниципалитет с просьбой рассмотреть жалобы горожан. А у нас порядка трех тысяч подписей за возвращение 73 маршрута, который соединял район Красной Горки Упита через производственную щерца с районом вокзал. Были обращения от инвалидов, потому что раньше люди могли без пересадочной 73-м до прошлого Нового года добраться до привокзальной площади, где их забирала газелька и отвозила протезно-ротопедическое предприятие. Люди сейчас были вынуждены пересаживаться несколько раз на своем пути. Время занимало много, и инвалиды тоже к нам обращались. А у меня сразу такой вопрос возникает. То есть администрация сейчас изменила этот 38 маршрут только после того, как на 73-м начал работать этот нелегальный перевозчик, а раньше? Я думаю, что администрация изменила этот маршрут прежде всего после нашего обращения, потому что мы видим, что отношение изменилось существенно. И когда мы веско позицию аргументируем, в том числе при определенной федеральной поддержке, решение было принято моментально практически. То есть на сегодняшний день 38-й полностью повторяет своим маршрутом 73-й, только еще заведен в микрорайон чистой ПВД, пусть по краю. Таким образом, проблема, то есть мы не решили проблемы допуска частных перевозчиков на городской рынок транспорта, но мы решили проблему, связанную с обращением граждан, которые просили без пересадочной маршруты. То есть теперь пусть они сами выбирают, то есть будут они ездить у нелегального перевозчика или у муниципального? И смотрите, здесь важный момент, что сломался вот лед, который с прошлого Нового года стоял, связанный с новой маршрутной сетью транспорта. Потому что город же отказался от длинных беспересадочных маршрутов. Был отменен 68-й, 73-й и троллейбус шестерка, которые, ну, они очень длинные были, но они были безальтернативные, потому что на них можно было без пересадок проехать из одного конца города в другой. На сегодня с изменением маршрутной схемы 38-й мы видим, что лед тронулся и беспересадочные маршруты, которые были объявлены неэффективными в силу социологии, каких-то исследований, которые были проведены, они начинают на улице города возвращаться. То есть еще какие-то подвижки в этом направлении будут? Будем надеяться, но вот наибольший объем возмущения был именно по 73-му маршруту. И отрадно, что здесь город оперативно пошел навстречу и организовал сообщение. Вот тем более нам обещал вчера Чичибабин в разговоре в личном, что в октябре еще две машины, кроме восьми, выведут на маршрут и они будут обслуживать вот 38-й. Мы постараемся промониторить, как изменится ситуация для инвалидов, будут ли машины, которые работают адаптированы, потому что пусть поток инвалидов не такой большой, но это социально защищенная группа граждан. А не идет речь о том, чтобы, возможно, вернуть какие-то маршруты или ввести новые, то есть охватить точки города, которые сейчас между собой не связаны? Мне кажется, здесь главное не превращать маршрутную сеть в такую шахматную доску, на которой позиции меняются постоянно. То есть давайте год поработаем. По 73-му нарекания были точно с самого начала, с момента его отмены. С января прошлого года подписи начали собирать и по 73-му, да, и назрело, что называется. По остальным маршрутам пока такой жесткой проблематики не было. Надо же понимать, что маршрут все равно должен быть эффективен, то есть он не должен быть убыточен и должен одновременно удовлетворять требования граждан. Вот здесь пока с 38-ми такое получается. Все понятно. Успеем, наверное, еще обсудить чистые пруды. В минувшую пятницу началось строительство, началось со стороны чистых прудов. И уже, наверное, третий или четвертый вопрос у меня по счету будет, который будет заключаться в одном УНФ, будет как-то контролировать эти работы. Потому что денег много, пласт работы изначально огромный, сложный. Было бы неплохо, если бы за этим кто-то смотрел. Мы присматриваем тихонечко. Здесь, на самом деле, хорошо то, что работы выполняет крупный подрядчик. Конкурсная документация прозрачна достаточно. И вопрос в том, чтобы обязательства по контракту исполнялись. Мы будем следить. У нас все документы по этому конкурсу есть. Посмотрим, пока на следующий день у нас нет оснований бить какую-то тревогу. Главное, чтобы финансирование проекта шло в полной мере. Будем надеяться, что эта дорога серьезно изменит и улучшит транспортную ситуацию в городе. Потому что чистые пруды были фактически в изоляции. Туда ходил один автобус. Сейчас туда ходит 73-й, который организовали предприниматели. Туда ходит по краю микрорайон 38-й, удлиненный. И транспортный коллапс потихонечку рассасывается. Вопрос в том, чтобы была альтернатива улице Тимирязева и улице Украинской и прочее-прочее по выездам на Комиссомольскую площадь. Привокзальный район города. Ну, там все обещают что-то сделать. Надеюсь... Я, честно говоря, не верю в этот проект изначально. Потому что колоссально по нашему... Мы все удивляемся, никак не можем поверить, а неужели действительно начали строить. Ну, пока все серьезно. Мы отслеживаем ситуацию. Это было особое мнение. В студии была Дарья Пузлиева и мой гость, член регионального штаба ОНФ Роман Титов. Спасибо. До свидания. До свидания.